В недавнем прошлом наша коллега, корреспондент областного ТВ, а сегодня член сборной России по волейболу Сидя, Светлана Чуракова, осваивает самый современный в стране протез руки. Электронную новинку собрали в Архангельске. У модели немало преимуществ. Каких узнала Дарья Биденко. Давай руку друг другу пожмем. Давай. Ты не бойся, я контролирую силу схвата. То есть такого, что я тебе сломаю кости, этого не будет. Я очень нежно возьму самый хрупкий предмет, в том числе и твою ручку. Бывший корреспондент нашей телерадиокомпании, спортсменка сборной страны по волейболу Сидя, Светлана Чуракова, демонстрирует возможности нового протеза. Самого современного и уникального. Его можно заряжать от прототивного устройства, погружать в воду и не бояться сильно сжать предмет. Протез подаст вибросигнал. Играет в волейбол Светлана другим спортивным протезом. Этот помогает на тренировках в тренажерном зале и в быту. Можно мыть посуду, можно купать детей, ходить на пляж и не беспокоиться, что брызги воды нанесут ему какой-то вред. Старый протез у Светланы сломался. Говорит, жила без него почти целый год. Новый вот уже неделю осваивает. До этого долго училась управлять. Этот протез, он единственный, у кого пальцы расширены для того, чтобы был более естественный хват. То есть он похож на настоящую руку. И при ударах пальцы компенсируют удар. Вот эти вот пальцы двигаются. Раньше протезов вообще не было. В прошлом протезе у меня еще не было гибкого запястья. Здесь же я могу отогнуть его и поменять полностью положение руки. Сейчас Света готовится к паралимпийским играм, которые пройдут в Токио. В конце этого лета тренируются шесть дней в неделю. Она старается, она стремится, добивается определенных результатов. Что-то где-то мы ее подталкиваем. С протезом руки, да, ей, конечно, тяжелее, чем обычная девчонка, потому что в основном все с поражением опорно-двигательного брата. У нее, собственно, рука, она, конечно, сложнее. Она и двигаться должна на руках. Работать на сетке тоже самое с протезом тяжелее. Но она компенсирует ростом, старается компенсировать ростом. Свете повезло, она первой в России тестирует новинку. Комплектующие для этого протеза привезли из Германии, а собирали здесь, на Архангельском протезно-ортопедическом предприятии. Светы как ходячая лаборатория, да, то бишь мы будем знать, какие могут быть сложности с эксплуатацией этого протеза. Задача Светы – это пользоваться этим протезом, популяризировать среди других пациентов, чтобы другие пациенты тоже знали о существовании бесплатного протезирования. В ближайшее время такие современные протезы станут доступны жителям Наринмара, Вологды и Республики Коми. Дарья Беденко, Алексей Седых, Вести по Марье.